На какие только ухищрения не идут контрабандисты, чтобы обмануть таможенников и избежать уплаты пошлин. Находили обувь в шинах, одежду в бензобаке. Но этот случай поразил своей банальностью. Просто использовали логин и пароль и получили доступ к базе таможенной службы. Причем провернули это дельцы не какие-нибудь контрабандисты, а сами таможенники, не выходя из своего же офиса. Кто они, сколько их было и что это за нарушение, пока не сообщается. Известно лишь одно. Получив доступ к базе, недобросовестные сотрудники ГТС произвели таможенные процедуры транзита и экспорта со странами ЕАЭС. К примеру, товар из Беларуси через нашу страну следовал в Таджикистан, но на территорию Кыргызстана он не прибывает. Соответственно, не вывозится из-за ее пределы. Товара в реальности нет. Но в базе таможенной службы мошенники указывают, что товар прибыл, прошел таможенную проверку и более того, следует по дальнейшему маршруту. В частности, ими были осуществлены таможенные процедуры, транзит и экспорт в единой автоматизированной информационной системе таможенной службы по декларациям на товары, следовавшими из Республики Беларусь и стран Европы в Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. При этом указанные товары фактически не прибывали на территорию Кыргызстанской республики и, соответственно, не вывозились за ее пределы. Возбужденные уголовные дела для проведения дальнейшего расследования переданы в компетентные органы. Продолжалось это по сообщению генпрокуратуры с августа по октябрь прошлого года. Примерная сумма ущерба составила 143 миллионов сомов. При этом сумма ущерба может измениться, так как следствие только началось. Будет поднята архивная база не только за этот период. Как отмечают в таможенной службе, подобное происходит впервые. На это нарушение мы вышли по результатам мер, принятых в рамках антикоррупционной деятельности. Следствие велось с привлечением компетентных органов. К сожалению, сколько было сотрудников и какой был товар, я не могу сейчас сказать, так как ведется следствие. Но скажу одно, такое произошло впервые. Как бы там ни было, данный факт станет поводом для разбирательств. Как минимум в каждой стране ЕС и как максимум может привести к международному скандалу, отмечают эксперты. О том, что в таможенной службе необходимо проводить антикоррупционные меры, Алтымбек Биалиев говорил не раз. Тем более, это не первое проникновение в информационные системы таможни, напоминает он. В прошлом году через логин одного из инспекторов была проведена подобная процедура только с экспортом товаров, следовавших из Белоруссии в Китай и Грузию. Это международный скандал. То есть нужно будет тогда вскрывать весь процесс, который происходил изначально до сегодняшнего дня, анализируя каждую поставку и каждого сотрудника. И делая сверку с соседними государствами, тогда мы выявим общую картину. Возможно, что это только часть айсберга, 143 миллиона сомов, которые сейчас выявили. Но мне кажется, что все страны должны объединиться и провести ревизию в своих организациях. Тогда будет общая картина выявлена. По данному факту дела возбуждены по четырем статьям. Злоупотребление должностным положением, служебный подлог, уклонение от уплаты таможенных платежей и контрабанда. С какими странами сговорились сотрудники нашей таможенной службы, станет известно по итогам следствия. Эльнур Бекпасарова, Ирланд Кемельбеков, НТС.